7 февраля в течение всего дня в эфире федеральных каналов будут транслировать передачи и фильмы, посвященные зимним олимпийским играм в Сочи. А простые россияне еще долго будут обсуждать и оценивать долгосрочное влияние масштабных соревнований на экономику страны. Сравнивать положительный эффект, если такое обнаружится, и эффект от уже имеющегося очевидного перераспределения средств в пользу суперпроекта президента Путина. Подробности в нашем материале. Олимпиада в Сочи стала для России настоящей стройкой века. На нее работала вся страна. Все расходы по Олимпиаде имели безусловный приоритет. Наука, образование, здравоохранение были жестко додвинуты в очереди за бюджетными средствами ради личного проекта Владимира Путина. Проведение Олимпиады в его любимом городе Сочи. Не могу спокойно смотреть, что у нас некуда направить. У нас страна за чертой бедности. Куда нам направить? Некуда совсем нам направить. Конечно, давайте будем проводить Олимпиады. Хлопать в ладоши и радоваться жизни, как у нас все хорошо. Да, я думаю, что не очень нам нужна. Не очень. Просто не вовремя это. Не вовремя. Это вот мое мнение. Олимпиада прошла хорошо, но в принципе она была не нужна. То, как она была, какие организации после нее пострадали. В том числе и Мостовик. Я считаю, что кичиться вот этим, то, что мы сделали, большого смысла нет. И те деньги, которые были потрачены на Олимпиаду, проще бы и правильнее было их пустить на инфраструктуру в России. В частности, в нашем любимом городе Омске. Омская компания Мостовик одной из первых отчиталась о завершении Олимпийских объектов. Благодаря ей в Сочи появился ледовый 12-тысячник большой, названный самой современной хоккейной ареной страны. Санобобслейная трасса мирового уровня и разветвленная дорожная сеть с многочисленными автомобильными развязками. О проблемах предприятия, связанными с олимпийскими стройками, стало известно позднее. Для Омичей это оказалось, в общем-то, платой непомерно высокой. Мы сейчас наблюдаем за темой, во всяком случае, она, может быть, перестала быть первополосной в новостях, тема, связанная с Мостовиком. То, что к 300-летию нашего города у нас нет ни одного и не будет сделано ни одного крупного проекта, где гидроузел, где обходная дорога, где еще ряд объектов. Эти деньги, Мостовик, ушли на Сочи, ушли на Олимпиаду. В общем, именно мы оплатили этот замечательный аттракцион невиданной бюджетной щедрости. И остается вопрос, неужели эти миллиарды нельзя было потратить на стариков, детей, бездомных, да просто повысить людям зарплату. Олимпиада была выгодна чиновникам власти, которая пыталась и пытается прикрыть фигом и листком соревнований, крах, к которому приведена страна по всем направлениям. Олимпиада входила в задачу власти, которая действует по древнему принципу, что требуется народу, особенно народу, который оболванивается. Это хлеба и зрелища. Но хлеб еще пока есть, хотя и дорожает, теперь мы видим, чуть ли не еженедельно идет подорожание. А зрелище, зрелище, зрелище. Этим заполнены и все средства массовой информации, имея в виду электронные, прежде всего, государственные каналы. Ну, а Олимпиада, конечно, это апогеи. Уловив очевидное общественное недовольство стоимости Олимпиады и многократным коррупционным завышением цен на объекты, наши чиновники во главе с Путиным продвигали и продвигают по всем информационным каналам свою легенду о Сочи-2014. Олимпиада стоила всего чуть более 200 миллиардов рублей. Основная часть денег была частной, а достоверные факты коррупции никому неизвестны. Потрачено, конечно, там не 200 миллиардов рублей, а в разы больше, потому что на самом деле никто не просчитал и не хотят показывать реальные затраты, потому что значительная часть, опять же, по мнению многих экспертов, была распилена, как у нас сегодня принято говорить. Не так давно стало известно, что австрийская столица Вена отказалась от подачи заявки на проведение летней Олимпиады 2028 года. На городском референдуме порядка 80% жителей отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они видеть свой город местом проведения Олимпийских игр. Большинство ответило – нет, потому что нет средств на такие масштабные мероприятия. Что касается нашей страны, по мнению экспертов, единственные, кто заслужил финансирование – это наши паралимпийцы. Люди, которых никто не финансировал. Люди, которым просто жить обычной жизнью, тяжело в нашей стране. Именно они оказались героями.